Подруги, привет! Сегодня у нас с вами раннее-раннее утро, мы с мамой выехали из дома и едем в роддом. Точнее сказать, она едет на работу, я еду в роддом. Короче, как по последнему нашему видеоролику вы уже поняли и видели, Арсик наконец-то приехал к нам с Рэмом в Ригу, и все. Мы, значит, ночили, на расслабоне, в принципе, в любой момент можно рожать. Ну, собственно, сегодня мы узнаем, как у нас дела, потому что в роддоме, значит, сделают все необходимые проверки, УЗИ, в общем, все, что нужно, чтобы понять, будем ли мы на следующей неделе стимулироваться и рожать. Я, конечно, сегодня прямо на взводе, ровно так же, как была вчера, но вчерашний день он, естественно, для нас прошел в улыбках, вот прямо в экстазе. Арсик с ребенком встретился, и мы, конечно, встретились, но, естественно, в силу того, что малыш приоритет, и он как бы не учитывает интересы ничьи, кроме своих, то он отца, в общем, оккупировал на весь день и на весь вечер, и вот они в любви там своей лазили по дому, он его там за ручку водил, не отпускал, и, короче, это вот прямо самый главный человек для него был. И мы, будучи сильно глупыми родителями, вот просто идиотами, а я на своих радостях, что наконец-то ребенок занят кем-то другим, в общем, мы как-то забыли учесть тот момент, что, наверное, вот в такой эмоциональный день нужно ребенка как-то вечером усмирить и как-то спокойненько, в общем, спокойненько подвести его к тому, что нужно пойти спать. Тем более, что днем он спал нормально, отлично, мы его уложили, и все супер. Вечер, значит, эти там играются, бесятся, у них была игра бешеная обезьяна, то есть они оба прыгали по кровати, просто до красных щек, и, в общем, Рэм дико забавлялся и просил, чтобы Арс ему изображал какую-то бешеную обезьяну, которая, в общем, ну, ему казалась очень смешной. На минуте 37 этой дебильной игры Арс на меня такими уставшими глазами уже смотрит и говорит, а он это, долго будет еще этим делом заниматься? Я говорю, долго, любимый, долго, терпи. По итогу они там до 10 вечера и этой игрой занимались. Полтора часа пытался в кроватке своей уснуть, и никак у него это не получалось, и ребенок, в общем, через, получается, да, полтора часа в 11.30 такой открывает свою занавеску, «Опс, я пришел, родители, к вам, и буду я с вами тусить». Ну и, короче, ночь у нас была адическая просто, мы не спали, и я вспомнила, почему я ненавижу совместный сон с ребенком. А ненавижу я его потому, что я спать втроем вообще никак не могу, это просто ад. То есть места нет, Арс время от времени похрапывает, Рэм возится по всей кровати, ну, короче, я от силы, наверное, поспала, я не знаю, подремала даже 2 часа. Ну и, конечно, вставать мне, ехать в роддом в 7 часов, и в 6.40 я уснула. Блин. Ну и, в общем, а эти двое чудиков, они, в общем-то, так и остались спать. Счастливые и довольные, и я поехала в роддом. Вот так вот прошла наша первая ночь, и я поняла, что нет, друзья мои, я, короче, еще представила четвертого вот этого маленького, которого нужно кормить, 15 раз за ночь и поняла, что не-не-не, эта вот вечеринка не для меня, короче, ребенок мой будет спать отдельно, кто-то будет спать рядом с ним на матрасе, вероятно, я, или я просто вот сегодня мастер поставит нам дверь в комнату Рэма, и просто-напросто я уйду спать отдельно. И пусть он там возюкается сколько ему год. Поэтому нам нужно сейчас заняться вопросом, чтобы Рэм все-таки спал отдельно. Но может он, как бы, ему тоже не понравится, вот то, что многолюдно, и как бы поймет лучше на себя. Доберусь до роддома, покажу вам немного роддома. Внутри там снимать, скорее всего, нельзя, тем более в амбулаторном отделении. Но, в общем, буду вам докладывать после уже, что сказал врач, как у нас дела прошли. Предполагаю, что я там просижу 2 часа, если не больше, скорее всего, больше. Вот, и, собственно, мы с вами, если вы меня тут видите, мы с вами скоро узнаем, что у нас почем и когда мы рожаем. Бабушка сидит, и она очень ждет своего внучка очередного. У нее уже 5 их. Ну вот, подружки, в таком красивом месте у нас находится наш роддом. Рижская брусчатка. И вот он здесь. В общем, я припарковалась. Сейчас ковыляю еле-еле в сторону нашего роддома. Вот он, вход главный. Это неприемное отделение, если ты едешь рожать. Вход он с другой стороны. А тут, в общем, для посетителей и для амбулаторного отделения. Вот так все дело выглядит. Ну что ж, принимай. Так, подружки, апдейт в темную ночь. Но не совсем ночь, но, в общем, тут как-то со светом большие проблемы. Короче, в понедельник едем рожать. Все. У нас назначена дата поступления в роддом. И будем, собственно, работать над тем, чтобы родить. Что сегодня сделали по очереди? Первым делом сделали УЗИ. По УЗИ малыш. Все с ним в порядке. Шевелится, чмокает, чпокает, писает. Все ответственные части тела присутствуют. Все, короче, у него прекрасно и хорошо. Он, значит, у нас уже по УЗИ 4200 на сегодняшний день. То есть это 38 недель и 5 дней. И, конечно же, чем больше срок, тем больше погрешность. Возможно, УЗИ, поэтому эту погрешность мы, естественно, учитываем. Но, зная, опять же, что он уже там в 37 недель был сколько? 3600, то, ну, 4 килограмма он уже точно. Вот. Это первое. Второе сделали КТГ. Все в порядке. Схватки такие непонятные. Но, в целом, можно, наверное, сказать, что их и нет. Сердцебиение, все хорошо. И также посмотрели мое раскрытие. Раскрытие у меня 1 сантиметр. Я, конечно, этой проверки боялась как смерти. Потому что в прошлый раз я орала на весь роддом, когда мне проверяли раскрытие при 1 сантиметре. Это было жутко больно. Не знаю, в чем проблема. Но, короче, мне было капец как больно. Я рожала, не орала. А вот на проверке раскрытия я вот прям орала. Так вот, наша задача сейчас, значит, за выходные поехать в роддом, сдать тест на COVID. Ну и, следовательно, все. Мы тогда в понедельник отправляемся в роддом. И там уже доктор дальше смотрит, нас проверяет и принимает решение по поводу дальнейшего родоразрешения. Вот такая вот история. Я сейчас мчу домой быстренько для того, чтобы собрать кроватку, понять, что мне еще нужно. Простынки, не простынки. Короче, будем с вами собирать наши эти манатки все для малыша. Готовить все, что дома нужно. Мастер там дверь уже устанавливает, Арс встретил его. Так что работы проходят полным ходом. Ну, как бы я вот так и поняла, что Арс приедет и быстренько все это произойдет. И как бы так и получилось, что все подготовительные работы, они как-то, блин, в последний момент. Фух, все. Давайте позже увидимся. Стресс! Подружки, привет! Следующий день. Я вчера приехала домой и вообще не успела ничего записать, вам показать, потому что было, ну, мягко говоря, не до этого. А не до этого вот из-за этой красоты. В общем, вчера, приехав домой после роддома, дома, естественно, встретила мастера, который устанавливал дверь. Заняло это достаточно много времени, но посмотрите, какая прелесть получилась. Это просто что-то с чем-то. Я довольно просто мега-гипер, вот, ну, что ни на есть. Очень красивая дверь. Заказывала ее у мастера-мебельщика, который работал с нами долгое время, когда еще занималась интерьером дизайна. То есть он прям очень крутой мебельщик и, ну, такие качественные вещи делает. В общем, вот такую вот дверь я заказала. Я хотела просто ее, абсолютно гладкую, оттенок, который подходит к нашему интерьеру. Ну, и, в общем, здесь вот такая вот история. Двойная дверь. Конечно, у нас квартира маленькая здесь, но ничего другого я придумать не могла, просто потому что раздвижная, она бы не выполнялась с функцией звукоизоляции. И если бы мы поставили сейчас здесь раздвижную, то в целом, ну, в этой двери не было бы никакого смысла. То есть ночной плач малыша, Рэма, бы будил ой-ой-ой. Ну, что у нас тут получилось? У нас, короче, здесь две створки. Маленькая и большая. Все это нестандартного размера. Посмотрите, какая толстенная эта дверь. Она прям вот со звукоизоляцией-изоляцией. Здесь, короче, все очень круто проработано. Это магнетическая ручка, которая для ребенка тоже очень удобная. То есть у нее нет язычка, и ты просто трынкс. Дверь закрываешь, и все. И она закрыта. То есть Рэма ее спокойно может закрыть, и в то же самое время очень спокойно может открыть. Тем более, если мне нужно пройти там в комнату, видите, как тихонечко я открываю, она просто тишина. Очень тихо, видите, когда у тебя нету. То есть если я хочу совсем тихо, я просто нажимаю ручку. Если я ручку не нажму, то этот магнит, он все-таки достает язычок. Ну вот, короче, вот такая вот красота. Что в комнате у нас произошло? Я все-таки поменяла местами обратно. Диван поставила у окна. Кроватку поставила, как она раньше стояла у стены. Просто потому что мелкий мой, он, сами знаете, псих, он когда все открывает, вот так вот это все дышь, и об диван. Мне нужно поставить сюда еще отбойники, чтобы эту дверь не покотать, поскольку дверь стоит 1000 евро. И то это мне специальная дружеская цена. Короче, 1000 евро. Ребенок спал здесь, и не поверите, Арс привез мне черепашку. Наша любимая черепаха из Питера, наш проектор замечательный. Мы уложили вчера ребенка спать, и он всю ночь до 9.30 проспал у себя в кроватке. Он к нам не пришел. Один вариант, ему не нравилось это место здесь. Другой вариант, он понял, что с нами спать это невозможно и лучше он как бы отдельно. Третий вариант, ну, как бы просто он угомонился, устал и просто тупо спал. Короче, ребенок всю ночь проспал у себя, поэтому мы тоже были счастливы и довольны. Что у нас здесь? Значит, я уже поставила кроватку, собрала вчера нашу Кика или Чика, как угодно называйте. В общем, кроватку для малыша. Здесь у меня наша Мамару великолепная. Рэм тут порывается в нее залезть, но как-то удается его угомонить. Я пока не поставила сюда дугу с игрушечками, чтобы, ну, на всякий случай, рэм не сломал. Ну, вот наши автоматические качели здесь. Значит, кроватка приставная здесь. Что мне нужно сделать? Мне еще нужно ремнями ее прицепить, значит, к моей основной кровати. Что я купила? Вчера в магазин мы вечером еще съездили. Я купила вот такие хлопковые, обычные простынки для этой кроватки. Я их уже постирала, и их нужно еще прогладить. Потом необычная штука у нас появилась, ну, для меня, по крайней мере, это кокон или шезлонг, как его назвать. Зевушка. Кокон-колыбель называется. Да, вот написано. Кокон-колыбель. Короче, мои подруженцы в прошлую беременность, когда вот Рэм родился, две, которые также родили, вот прям рядышком со мной, обе пользовались редкаслом. То есть это подобный шезлонг. И сказали, что это лучшая вещь, которая может быть. Я как-то на него смотрела, он мне казался сильно странным, но они вот прям божились и клялись, что это очень круто. Единственная проблема в том, что редкасл у них очень деформировался после первого малыша, с учетом того, что малыш маленький в нем спит. И в этот раз вот одна из подруг, тоже беременная, она сказала, я буду покупать зевушку. Потому что в зевушке есть несколько слоев внутри, и есть, по-моему, что-то типа memory foam, ну, в общем, слой, который не позволяет деформироваться. Здесь есть специальный валик, и вот ребенок вот так вот спит, свои дневные сны, и это очень хорошо помогает с газиками, коликами и прочим. Здесь у меня еще подарок. А, простынка, которая одевается, сменный чехольчик. Я отдельно заказала и купила две вот такие муслиновые еще простыни, потому что, вспоминаю, как Рэм дул все время в кровать, то как бы это, ну, может протекать. И вот такое вот одеялко, которое одевается на кокон, и, в общем, ребенка можно укрыть. Ну вот, тут у меня вот такой вот комплектик всякой красоты. Ну, не знаю, как пойдет этот кокон, будем смотреть. Я пока, ну, в общем, очень хорошо настроена. У нас еще есть докатод или Sleepyhead of Sweden от Рэма еще остался. Ну, его потом покажу. Так, что еще мы купили? Мы еще купили вот такие игрушечки. Такого мишка безумно красивого. Смотрите, какая прелесть вообще. И вот такой вот шар, который может висеть, я не знаю, куда я его повешу, либо в автокресло, либо в колясочку, либо на матик игровой с другими игрушками. Ну, в общем, вот такую вот красоту мы вчера прикупили. Сейчас мы, что у нас по времени? Получается, без 20-12 мы должны выбегать из дома. Мы поедем, помоем автомобиль, подготовим все, в общем, к отправлению в роддом. И вечером мы должны поехать в роддом сдать тест на COVID. Так что, я думаю, это я тоже для вас сниму и расскажу, как у нас там все прошло. Так, подруженьки, мы тут с Арсиком разобрались в роддоме и приехали на одну из моих любимых улочек в Риге. Улица Базница называется. Так, сейчас тачку закрою. Улица Церкви или Церкви. Смотрите, какое небо красивое. Тут еще лампочки зажгутся. В общем, я привела Арсика в наш мой уже горячо любимый ресторанчик итальянский. Так что, мы сейчас перекусим быстро и я вам расскажу, как прошли наши дела в роддоме. Ну, тут вы поняли, да? Все как обычно. Салаты мы уже съели, потому что мы были сильно голодными. Арсик уже довольный сидит. Выпил пирольку. Тут мы намерены вот отведать. Как я Арсу сказала, последний наш взрослый нормальный ужин за долгое время. Наслаждайся. Вот такая тут красота. По вечерам Арсик там снимает. Смотрите, как круто. Церковь. Смотрите. Класс. Атака, подружки. Тепло, тепло. Очень круто. Ладненько, мы поехали домой к нашему котеночку. Потому что котеночка уже пора укладывать спать, да? Да, поехали. Скажи, подруга, привет. Ты как себя чувствуешь, будущий отец? Некрасно чувствую. Подружки, в ресторане по супер счастливой случайности в мой микрофон я записал звук, поэтому мы уже дома и буду здесь рассказывать вам, как у нас дела прошли в роддоме. Говорю очень тихо, потому что малыш уже укладывается спать и, следовательно, в общем, шуметь не стоит. Короче, история следующая. Мы поехали в роддом по назначению моего доктора для того, чтобы сдать тест на COVID. Тест на COVID мне сдавать нужно было 100%, поскольку я его в последнее время не сдавала, и в роддоме это обязательное требование, чтобы понимать, как пациентку принимать, либо изолировать ее, либо в общий поток. Что касается моего мужа, то мы проверили его сертификат, то есть QR-код его спутника, то есть это прививка, которую он получил в Санкт-Петербурге. Также они посмотрели все его в церкви и так далее, антитела, которые в огромном количестве, но сказали, что все-таки ему придется сделать экспресс-тест вот прям в день поступления, когда нас будут принимать уже в отделение для того, чтобы у него был местный экспресс-тест, который принимается и все такое. Поэтому я сегодня сдала, завтра должны быть результаты, а раз будет сдавать, в общем, когда мы будем поступать в роддом. А поступать в роддом мы будем в понедельник. То есть это получается 13-е число. Нам сказали приезжать к 9 утра, поскольку 8 часов пересменка и нет смысла нам там торчать, поэтому к 9 мы приедем. Меня примет доктор, который будет сопровождать меня и курировать мои роды. Ну и следовательно, с утра вот прямо будет принимать решение, составлять план, как мы будем стимулироваться, какие методы будут приниматься и, в общем, как мы будем двигаться, какой будет наш план на родоразрешение. Ну и все, и тогда мы будем придерживать этого плана, если будет необходимо его адаптировать, ну и надеяться, что все будет проходить плавно, спокойно и нормально. Естественно, сегодня в роддоме я снимать не могла, поскольку это не разрешено, но, естественно, когда я буду в своей палате, уже, точнее, в родовом зале, и в моменты, когда никого не будет рядом, понятное дело, буду стараться вас информировать, как у меня дела, давать апдейты, ну и, в общем, снимать влоги с самого-самого начала и будем мы с вами, в общем, вместе рожать. Раз уж начали эту заварушку вместе, будем ее и как бы вместе заканчивать. Вот, значит, завтра у нас последний день нашего, хотел сказать, свободной жизни, но не совсем жизни семейной, когда она строя. В общем, понятное дело, этот день он будет перенасыщен всякими разными бытовыми нашими историями, то есть мне нужно покрасить волосы, нужно привести себя немного в порядок, нужно то-то, все-то сделать, какие-то последние вещи собрать в сумке и, собственно, последние подготовительные какие-то процессы. Мама моя уже сказала, что она с удовольствием с Рэмом посидит, если мы захотим, мы с Арсом можем куда-то там поехать и что-то там поделать вдвоем, то есть как-то замечательно провести такой последний спокойный вечер вдвоем, особенно после такой долгой разлуки, потому что сегодня, например, вот мы в ресторане посидели, это прям то, что нужно было, вот прям супер. Вот, поэтому мы подумаем, чем будем заниматься и, собственно, тогда уже будем готовиться к понедельнику. Но в понедельник утром мы с вами вместе отправляемся в роддом за нашим малышом. Все, на этом сегодня заканчиваю. Скоро с вами увидимся. Все ролики, все выпуски я буду публиковать как только это будет возможно. Перерыв никакой брать не буду и тянуть с публикацией тоже. Я надеюсь, что в роддоме получится быстро монтировать видеоролики. Может быть, они будут короче, но тем не менее. Короче, надеюсь, что смогу их монтировать, будут силы, будет энтузиазм и вы будете в курсе всех наших дел. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, желаю доброго дня и увидимся с вами в следующем видеоролике. Пока!